Микс Ньюс Советы Богачек То есть я советую провокации, но не все их могут себе позволить делать Российский психолог-психотерапевт Скажи, ну слушай, ты меня сейчас бесишь, вот честно Специалист по семейным отношениям Ну все, будьте готовы к тому, что он пойдет искать другую энергетическую группу Ирина Богачек на Радио Болтком Поэтому это такие некие лайфхаки Дает советы и отвечает на вопросы Есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами А потом их раскроем А потом их раскроем Советы Богачек Время выхода программы анонсируется дополнительно И все проблемы решаются Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Программа Советы Богачек Многие наши слушатели ждут с нетерпением Спрашивают, когда же время К сожалению, действительно, мы не можем Каждый раз мы можем объявить дату уже следующей программы Но программа выходит, к сожалению, не каждую неделю Потому что Ирина Богачек приезжает в нашу страну И вот каждый раз, когда она появляется Мы с огромным удовольствием ждем ее в студии Здравствуйте, добрый день Здравствуйте Сегодня мы будем говорить о совместных интересах Мы заявили, анонсировали тему И действительно, есть же два мнения Или сходятся противоположные интересы Или нужно, чтобы они совпадали Обычно всегда делят на такие две части Два непримиримых лагеря На чьей стороне правда мы сегодня, наверное, будем разбираться Да-да-да Но уже даже проанонсирую немножко и скажу Что правда и в одном подходе, и в другом Это на самом деле неразрешимое противоречие Как вопрос о яйцах и курицах Или как основной вопрос философии Что первично, дух или материя И что больше влияет на человека Я выписала удивительную фразу Мне попалась Ричарда Баха Что люди, любящие одно и то же Близки друг к другу на любом расстоянии Вот должны ли быть эти люди близки друг к другу Именно об этом я сегодня порассуждаю Вы, Олег, мне как всегда будете оппонировать И действительно, в начале отношений Различия, они как раз и вызывают интерес Они и притягивают Потому что кажется, что человек такой же, как ты Но, скорее всего, будет тебе неинтересен Но это как смотреть на самого себя в зеркало И, в общем, ничего там особенно удивительного нового не увидишь И будет просто скучно, рассуждают многие люди Вот, и обязательно твой партнер должен быть твоей противоположностью Да, вот бытует такой миф Что притягивается к противоположности Сегодня я этот миф немножко вот разрушу Но, прежде всего, я хотела бы начать Чуть-чуть немножечко с общих вопросов психологии Вообще сказать, где же находятся эти интересы Что это такое и так далее И так в структурном подходе к личности А личность у человека становится по мере того Как он начинает отдавать себе отчет в том Кто он, что он, что он делает И самое главное, что ему за это будет Вот, если есть Но вообще считается, что формируется личность у человека к 21 году Именно поэтому с 21 года разрешают покупать спиртные напитки Вот, в Америке, кстати, очень долго муссировалась поправка к закону о том, что не успевают созреть молодые люди к 21 году и надо бы повысить ценз до 25 лет Потому что слишком много совершают дорожно-транспортных происшествий под алкогольным опьянением, огромное количество известных звезд, кстати, попадались на этом, а потом их привлекали к различным исправительным работам Так вот, вот есть человек как личность И у него, как у личности, есть некие свойства и качества этой личности Свойства – это то, с чем мы рождаемся То есть это будет абсолютно у любого человека в процессе жизни в любом социуме Или его воспитывает глухая немая бабушка, или он, например, под воспитанием высокообразованных родителей, знающих языки, ученых, например, каких-то Вот эти свойства будут у любого человека А вот это качество, то, что называется качество, качество как раз определяет тот социум, в котором мы находимся Так вот, свойства, я прям в иерархии буду рассказывать Первое свойство личности человека – это потребности И примитивные потребности, самые простейшие потребности человека – это сон, еда, секс Я, по-моему, об этом уже говорила В любом абсолютно возрасте Детский эротизм, кстати, тоже никто не отрицал Так вот, когда даже взрослый человек попадает в ситуацию стресса Любого Бывает стресс на плюс и стресс на минус Вот любовь – это стресс на плюс или на минус? Ну, это такой вопрос философский Вот, и так, если человек попадает в ситуацию стресса, он начинает регрессировать И скатывается к удовлетворению этих биологических потребностей Итак, например, когда я нахожусь в стрессе, я, например, или вообще кусочек в горло мне не лезет, да? Либо я все время хочу есть, то есть я стрессы заедаю, 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 да? Затем, либо я хочу все время тотально спать, или меня мучает бессонница Вообще не могу уснуть, все мысли у меня, да, о каком-то там событии И третий секс, он может быть напрямую, то есть в своем прям таком практическом назначении Либо я хочу все время заниматься сексуальной активностью, либо вообще не хочу Либо, может быть, символическое замещение, когда я без конца слушаю музыку какую-то, которая вызывает во мне вот эти эмоции Или смотрю какие-то фильмы, в которых любовная история Это все как раз символическое замещение секса То есть вот в эти истории скатывается любой человек, когда не удовлетворяются его какие-то более высокие потребности Например, потребность создания семьи или успешности на работе То есть какая-то стрессовая ситуация случилась, и он вот сюда перемещается Так вот, осознаваемые потребности называются мотивами То есть, например, я замотивирован удовлетворить какую-то свою потребность И тогда я испытываю мотивы, например, пойти с кем-то познакомиться или еще что-то сделать и так далее За мотивами следуют наши интересы То есть мотивы определяют наши интересы Кто-то сориентирован на семью, кто-то сориентирован на карьеру, на успешность Кто-то сориентирован просто на зарабатывание денег Совершенно недавно у меня был очень образованный, такой вот замечательный молодой человек Который сказал, мне все равно вообще где работать, либо мне платили деньги Я готов даже мыть туалеты Вот, имея несколько высших образований, причем очень таких вот хороших И вот эти вот наши интересы определяют направленность личности То есть, куда же мы направлены, то есть, на что мы направлены Ну, а под качествами личности, то, что формируется уже в процессе жизни в социуме Я подразумеваю мировоззрение, идеалы и убеждения Но об этом чуть позже я скажу Итак, интересы Вот мы определили, где же они находятся И сразу скажу, что все люди разные У всех своя психическая реальность И интересы могут быть у всех разные И сейчас я как раз и буду рассуждать на тему Что же мы имеем, если интересы разные И что же мы имеем, если у нас есть схожесть интересов И в очередной раз коснусь своей любимой линейки приоритетов Которую предложили канадские ученые Они глубочайшие исследования сделали И сказали, что многим людям кажется, что на первых этапах знакомства Ведущим интересом является, например, секс Или, допустим, влечение Да, влечение действительно играет огромную роль Но если все-таки статистически посмотреть Что же является самым главным в отношениях людей То выясняется, что на первом месте Как раз и стоят интересы Общность мировоззрения Что это такое? Отношение к себе, к природе, к обществу Вот для Олега, например, важно, чтобы его партнер встречал его в аэропорту Даже не знаю Наверное, важно Но хотя это не будет определяющим Ну, то есть я не скажу, что Ну, например, если этот рейс прилетает в 6 утра И партнеру, например, неудобно приехать вас встретить Ну, это будет приятно, да Вот, да Это отношение как бы к обществу Отношение к себе То есть мы считаем себя Наделяем себя какими-то качествами Например, я считаю, что я ленивый Или, наоборот, я целеустремленный И тогда мы набрасываем эти же качества на партнеры То есть мы хотим Если я, допустим, целеустремленный У меня активная жизненная позиция Я точно не могу принять, что мой партнер Лежит, я не знаю, там на диване И просто читает прессу какую-то И при этом не ищет работу А его уволили уже год как А он ничего не делает Вот, и отношение к природе То есть кто-то любит шум больших городов Кто-то любит Рыбалку там Да, да Кто-то любит зиму, кто-то лето И так далее Вот эта вся общность Она стоит на первом месте Плюс-минус Это говорит о том, что все-таки люди В основе своих интересов Мировоззрения должны быть схожи Схожи Если один любит спать в тепле А другому обязательно нужно открывать форточку Даже это может привести к определенным конфликтам Но более четко структуру интересов я раскрою чуть позже На втором месте, я уже говорила У нас стоят гурме пристрастии То есть людям должно нравиться кушать одинаковую еду А если, например, вот девушка Ну вот любит Макдональдс А молодой человек, например, вот ЗОЖ ЗОЖ, да, или высокую кухню И он начинает все время говорить Да что же ты ешь такую нездоровую еду Ну посмотри, ведь это откладывается у тебя там лишний килограмм И так далее И формируется постепенно вот этот комплекс вины Что я делаю что-то не то, не так Это всего лишь, опять же, о различиях Ну в данном случае не об интересах глобальных, да А о гурме пристрастиях Ну они на втором месте стоят Или когда мужчина любит покушать А девочка все время кушает, я говорю, какой-нибудь кустик Или там, я не знаю, сельдеринку какую-то А бессознательно складывается ощущение А вообще здорова ли она? Ну ладно, ну один день она поголодала, другой А вообще родит ли она мне здоровых детей? Если она вот так истощена И думает о каждом лишнем грамме там в своем теле На третьем месте, опять же, стоит не секс А стоят телесные прикосновения И именно то желание, когда люди прикасаются к друг другу И показывают заинтересованность твоего партнера в тебе Чем больше люди обнимаются, целуются, прикасаются к друг другу Тем, опять же, те же канадцы выявили Дольше сохраняются отношения Вот телесный контакт необходим Даже если, может быть, и жизненный травматический опыт У человека был, ну, не очень хороший Например, мама его никогда не обнимала Не гладила, не целовала Например, мужчина не привык к этому И каждое ему прикосновение Создает ощущение, что нарушает его границы Такие варианты тоже бывают И здесь постепенно-постепенно Все равно партнер должен показать Что есть еще язык тела И это не только секс А именно вот эти поглаживания Успокаивания Это все тот же самый регресс в детство Когда тебя гладили по головке И создавали тебе ощущение успешности Или показывали тебе свою любовь Заботу, опеку и так далее И вот только на четвертом месте секс И здесь тоже очень важный момент Насколько люди подходят друг к другу С точки зрения сексуальной активности Может быть, кому-то нужно много и часто А кому-то совсем немного и часто И здесь тоже могут возникнуть Разные варианты И в начале отношений, конечно же Когда я влюбляюсь Я готов жертвовать своими интересами И мне хочется настолько понравиться И сделать что-то приятное для своего партнера Что я готов следовать его интересам И вот здесь вот очень большой вопрос Ловушка ли это? То есть должен ли ты обязательно Следовать интересам своего партнера Или все-таки говорить о том Что у тебя тоже есть свои пристрастия Например, тебе совершенно не интересует футбольный матч Потому что, ну, в общем, там тебе Некомфортно, громко, шумно и так далее Или мальчик должен обязательно идти с девочкой на йогу Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да И здесь, конечно, мы приходим к следующему моменту Что, оказывается, есть разные люди потому что есть разные психотипы, но это моя излюбленная тема. И для одних людей, одного психотипа, очень важно, чтобы интересы совпадали, чтобы мы как бы были на одной волне. Я А, а ты Б. То, что нравится мне, нравится тебе. И тогда я чувствую твою сопричастность, и это мне дает ощущение спокойствия, гармонии. И к этому психотипу, например, относятся тревожно-мнительные люди со взрослой возрастной фиксацией, которым нужно, чтобы вот все было по полочкам разложено, и тогда я чувствую себя спокойно, комфортно и так далее. То есть интересы совпадают. А вот для другого психотипа, вот к такому психотипу относятся, например, большинство бизнесменов собственного бизнеса. Там психотип паранояльно-радикальный, базовая эмоция – гнев. Это человек, который все время сражается с недрами, с правительством, с бюрократами, с какими-то там препонами, которые стоят на его бизнесе. И относительно партнера он проявляет такую же стратегию. То есть ему обязательно нужно, чтобы у партнера были другие интересы, ему нужно завоевывать. И вот он, допустим, завоевал. Ну, я в данном случае беру классическую схему – мужчина завоевывает женщину. Мир сейчас меняется, я просто как один из вариантов иллюстрирую. Мужчина завоевывает такую женщину, и все, и дальше ему неинтересно. И тогда эта женщина должна проявлять неимоверную фантазию, и не только фантазию, это должно быть ее составляющей, какие-то ее собственные интересы, которые будут поддерживать дальше заинтересованность этого мужчины. Да, она может с ним сходить на футбол, на хоккей, но дальше она говорит – извини, сегодня я не пойду, потому что я пишу очередную главу своей новой книги. И он говорит – да что ты, да брось ты, не нужна эта книга никому. А потом ходит и хвастается всем этой книгой. Вот. А есть, например, люди по психотипу игроки. И мне вспоминается в этом смысле фильм Афера Томаса Крауна, когда Рене Руссо, играющая следователя, да, она вот как бы невзначай главному герою в исполнении Перса Броснана, который украл картину, говорит – так, внезначай. И вы что, вы думаете, вам сойдет это с рук? Он вообще ее не видел, не слышал. Она запустила для него игровую стратегию. Ух ты, а что такое произошло? А откуда она знает? А что она может знать? И тем самым она его зацепила на его интерес. Или, например, мы вспомним казино Раэль Джеймса Бонда, когда ему его партнерша, бухгалтер в исполнении Эвы Грин, говорит – я в лифте поеду одна, мне будет тесно с вашим раздутым эго. То есть, опять же, провокацию она дает. Она цепляет его на интерес, что она не молится на него, не смотрит восхищенно, как все другие женщины, да, а совершенно другую стратегию поведения показывает. И здесь срабатывает разность интересов. А вот, например, люди эмотивные, люди, которые, допустим, имеют какое-то стабильное дело, это может быть бизнес, это может быть какая-то творческая составляющая, например, писатели, их не зацепить на вот эту провокацию. Им нужно, чтобы ты попал с ним на одну волну, чтобы ты слушал эту же музыку, выходил на балкон и смотрел на звезды. Вот там уже совершенно другое. И все очень сильно зависит от психотипов, очень. И здесь некоторые говорят, а вот может быть есть эгоисты, а может быть есть неэгоисты. Да, и это присутствует и накладывает отпечаток и на психотипы, и на поведение людей. То есть эгоизм – это, в общем-то, поощряемая сейчас черта современного общества. И если мы раньше говорили, что нужно жить ради кого-то, и для кого-то, то сейчас мы говорим, что на первом месте у человека должен стоять он сам. Счастлив я, я буду делиться счастьем. Я несчастен, я буду делиться несчастьями. Я в неуспехе каком-то, я буду делиться именно этим. Если у меня есть деньги, я буду делиться деньгами, а если у меня их нет, я буду все время говорить о том, что меня что-то не устраивает. Вы так посмотрите на телефонные линии. Десять минут человек прозванивается, что-то явно хочет нам сказать. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Друзья, знаете, общность интересов в семье не всегда хорошо. У меня есть случаи. Мама с папой на льдине, на раскопках, в геологической партии. А дети хорошо, если есть бабушки, дедушки с ними живут, а то и в интернатах. А потом родители удивляются, почему дети почти их не признают. Почему вы так далеко от нас? Спасибо. Спасибо. Очень хороший, замечательный комментарий. Дело в том, что действительно, живя в социуме, мы имеем много разных социальных ролей. То есть, например, я родитель, или я руководитель, или я, допустим, профессионал в какой-то деятельности. И социальные роли, к сожалению, очень часто конфликтуют между собой. И если ты в данном случае вот такой пытливый ученый, которому нужно поехать и находиться в данном случае в экспедиции, и эта роль в данный отрезок времени для тебя является доминантной, то, конечно же, вторая социальная роль будет с ней конфликтовать. То есть, вы будете неуспешны, как родитель, зачастую. И вот здесь вот, и главная задача, чтобы не впасть в невроз, потому что здесь мы выходим на нефротическую установку. Хочу, хочу, хочу быть и профессионалом хорошим, но хочу быть еще и родителем хорошим. И вот здесь вот момент договариваться, объяснять детям, показывать что-то, чем бы они могли гордиться. Да, они будут страдать от нехватки внимания родителей, но они будут гордиться и говорить. А зато мои мама и папа, например, я не знаю, какое-нибудь там украшение какого-то там фараона нашли, и об этом пишут все газеты, и это мои мама и папа. Ну, а вот роль, скажем, мамы в этой ситуации, например, чем, кого ей лучше все-таки, на кого обратить внимание, на своего спутника жизни или на детей? То есть, она должна разделять интересы мужа, помогать ему в этом, или, скажем, может быть, закрывать как раз эту амбразуру с семьей? Ой, Олег, какой замечательный вопрос вы задали. Действительно, сейчас в меня могут полететь камни со всех сторон. Но я немножко подстрахуюсь и обопрусь на действительно научные статистические данные. Итак, существует некая концепция гармоничного человека. В центре должен стоять сам человек. В данном случае сейчас мы говорим про женщину, да, про маму. На втором месте у женщины должен быть ее партнер. На третьем и четвертом месте находятся ее работа и дети. Они могут меняться. То есть, дети могут быть на третьем работе, на четвертом. Работа, не обязательно работа ходить с утра до вечера, да, и сидеть в каком-то кабинете. Речь идет о каком-то деле, которое делает эта женщина. Она может быть даже и денег особых не приносить. Но это что-то, что захватывает и интересует эту женщину. То есть, вот работа и дети, они на третьем и четвертом месте. Видите, не на втором. Потому что если на втором месте будут дети, будут складываться отношения с детьми, а не с партнером. И там начнутся конфликты с партнером. А если женщина счастлива со своим мужчиной, удовлетворена, она будет делиться этим счастьем со своими детьми. И здесь тоже люблю фразу «счастлива мама, счастливы все». Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего обязательно вернемся. Продолжим программу «Совет Микс Ньюз». Ну и продолжается программа «Советы Богачек». Ирина Богачек, российская психолог, психотерапевт, специалист по семейным отношениям сегодня в нашей студии. Мы говорим о том, какую роль в семейной жизни играют совместные интересы, и как создаются эти семейные интересы на контрасте, на различии или сходстве. Ну и вот мы как раз дошли до о том, как можно сблизиться. Вот как раз конкретные советы я сейчас начну давать. И безусловно, в начале отношений, еще раз повторю, мы набрасывает на человека свои проекции. То есть мы иногда наделяем его теми качествами и приписываем ему те интересы, которых у него вообще, собственно говоря, вовсе и не было. Дальше, если мы начинаем видеть, что он, собственно говоря, не такой, как говорят, розовый туманчик спадает, мы зачастую начинаем его перекраивать под себя. Вот как раз, когда и начинается момент конфликтов, я говорю, вот только тогда начинаются истинные отношения. То есть тогда ты видишь разницу в своем партнере, что оказывается вы не два в одном флаконе, а разные феномены, каждый со своей какой-то историей, своим наполнением прежде всего. И так действительно могут быть абсолютно кардинально разные интересы у людей. И вот здесь я сейчас буду конкретно давать советы, что же делать в этом случае. И первый мой совет, я скажу, что через различия можно, кстати, сблизиться. Главное, чтобы вы нашли что-то общее. Этим общим может быть общая цель. Например, я не знаю, мы там общее научное исследование какое-то проводим, и у нас есть симпатии, заинтересованность и так далее. И независимо от того, что ты встаешь в 4 утра, а я только ложусь в 3 ночи, но у нас есть общая цель, то есть мы что-то делаем. Этой общей целью может быть и семья. У нас есть, может быть, какие-то общие мечты или какое-то общее дело. И вот в данном случае, если люди смогут найти, что является для них вот тем самым общим, может быть, даже любовь, которую ждал один и ждала другая, и, наконец, они ее приобрели. И, как я все время говорю, любовь оправдывает все. То есть если для вас ценное это чувство, постарайтесь все-таки вот на этой общности этого чувства, ну, может быть, в какой-то степени закрывать глаза на какие-то позволительные, конечно же, вещи. Есть вещи, которые совершенно неприемлемы, но об этом я скажу чуть позже. И я здесь предлагаю, потому что чем больше различий, тем более насыщеннее, разнообразнее будет ваше общение. Предлагаю такую игру. Называется попадание. То есть составить список чего угодно. Ну, например, я вот, вот даже мы можем за одну секунду сейчас с Олегом поиграть. Вот вы назовете какие-то виды спорта, которые вам, ну, два, нравятся, и те, которые, ну, вот совершенно вам не подходят. И я, например, назову. Ой, ладно, хорошо. Вот именно для себя. Вот чтобы вы, ну, вот в спортивную активность какую-то. Йога, шахматы. Йога, шахматы. А вот что неприемлемо, что вам не нравится? А, бокс, футбол. Бокс, футбол? А из таких, которые, ну, вот женщины бы тоже могли, ну, вот. Академическая гребля. Ой, ну тоже совсем, не совсем женщина подходит. Ну, я не знаю, бег, плавание, тренажеры, там еще что-то. Ну, хорошо, тренажеры. Тренажеры. Вот. А сразу скажу, что мне шахматы и йога совсем не нравятся. Вот. А мне нравится плавать и ездить на велосипеде. А Олегу нравится плавать и ездить на велосипеде? Плавать нравится, ездить на велосипеде, может быть, нет. Ура! Мы нашли общность. Мы с Олегом любим плавать. И вот уже на даже вот этой маленькой детали мы можем спланировать наш отпуск в какую-нибудь страну, где мы можем, допустим, плавать на дальней дистанции к буйкам и так далее. Вот таким образом мы находим общность. И люди иногда даже удивляются, говорят, надо же, а я даже и не думал, что тебе это нравится. Я даже и не думал, что тебе это интересно. Это можно про все делать. Можно делать про еду, можно делать про сексуальную активность, можно делать про музыку и так далее. Когда люди обмениваются плейлистами, какие-то вещи могут раздражать, но вдруг окажется, что три песни есть и в твоем плейлисте, и в моем. И это очень классно. Вот мы нашли ту общность. Дальше. Что же делать, если все-таки различия есть? Должно быть доверительное общение. То есть люди должны не только говорить, а разговаривать. Дело в том, что можно говорить о чем угодно, допустим. Сегодня случилось то-то другое о природе погоде. А разговаривать – это когда мы делимся своим мнением, когда мы накладываем свой эмоциональный оттенок на что-то, когда мы анализируем, когда мы говорим о том, что нас волнует. Например, мне вот это вот, ну извини, бесит. То есть я не могу, когда ты укладываешься на кровать с ногами. Или, например, для меня очень важно, чтобы ты встречал меня в аэропорту или провожал, неважно в какое время, потому что для меня это важно. Какие-то такие же вещи есть у другого человека. Или, допустим, мы посмотрели спектакль, вот как мы сейчас с Олегом обсуждали, не будем говорить, какого режиссера. И начинаем рассуждать, анализировать. Вот в этом и есть доверительность общения. Иногда мы вдруг видим своего партнера с другой стороны. Оказывается, у него вот такой взгляд, и я даже и подумать не мог. А вот политика, как тема тоже, она скорее сближает, разобщает, вот если у людей разные политические взгляды. Ведь известно даже, по-моему, Шварценеггер шутил о том, что он же в какое-то время был женат на племяннице Кеннеди, хотя он и являлся республиканцем. Говорил, что как только приближаются очередные выборы, я сплю на диване, потому что мы с женой вдрызг сразу ругаемся. Ой, это вообще очень интересная тема, кстати, да, политические взгляды. И есть разные подходы. В Америке считают, что ты открыто должен говорить о политических взглядах, религии и отношению к абортам. У них вот эти три темы прямо так вот заявляются. А в наших традициях, вот в западных у вас, в Латвии, в российских, все-таки политика не настолько как бы влияет на наш менталитет. Хотя вот у меня есть одна еврейская пара, и ему 90 лет, он очень такой известный, уважаемый человек в Израиле. Его жена помоложе его, лет на 15, но она не первая его жена. Ну, какая разница? И они все время за столом шутят, что у нас абсолютно разные подходы и взгляды к вопросу еврейства. Она приверженница арабских направлений, будучи еврейкой, и она защищает арабские организации и так далее. Ну, а он, конечно же, против. И они сделали это моментом шутки. А вот другую историю вспоминаю. Моя ближайшая подруга вышла замуж за мужчину из-за Ордании. И каждый раз, когда он вставал и говорил, что поднимает рюмочку за их орданского короля, она готова была его убить и говорила, еще раз ты это сделаешь, я заберу детей, соберу чемоданы, и ты меня больше не увидишь. Ну, опять же, отношения неоднозначные, вот эти политические аспекты. А вопросы религии, они скорее даже философские вопросы. И заставлять своего партнера ходить в церковь, тоже у меня в семейной терапии были парень с девушкой, девушка говорила, я не могу, он меня заставляет все время носить крестик и ходить в церковь. Она говорит, а у меня Бог в душе, мне вот эти традиции, вот это вот, ну, не нужно, и так далее. Вот вопрос общественного договора, смогут ли они договориться. И здесь я хочу процитировать Сократа, вот как иллюстрацию к тому, что люди должны разговаривать. Сократ сказал, скажи мне что-нибудь, я хочу тебя увидеть. Через слово, через разговор мы начинаем видеть, что же представляет из себя человек, ну, при условии, что он не играет, не обманывает, но и все-таки плюс-минус говорит нам истинные свои какие-то там суждения. Вот. На третьем месте тактильный контакт, но я уже о нем немножко говорила сегодня. Говорила, что обязательно нужно, чтобы люди прикасались друг к другу. Точно так же снизить вот эти различия помогут разговоры на языке любви своего партнера. Сейчас я скажу немножко об этом. Это очень важная психологическая составляющая. Дело в том, что у всех людей разные языки любви. И я иногда прошу людей составить так называемые эквиваленты, психологические эквиваленты любви. То есть, например, я вот сейчас Олега спрошу, но отвечать мне не нужно, или вот нашего звукооператора. Вот что, вот берем понятие любовь. И буквально три свойства. Что я делаю, чувствую, думаю, и я могу сказать, что я влюбился. Что я делаю, чувствую, думаю, и я могу сказать, что я влюбился. И что мой партнер должен делать, может быть, говорить мне что-то, может быть, как-то проявлять себя. И я тогда скажу, о да, этот человек меня любит. И потому что у всех совершенно разные языки любви. Вот для меня вот очень важно, чтобы я могла ехать долгое время, например, с партнером в машине и не разговаривать, а комфортно молчать. Вот для меня это очень важная составляющая. Мне очень важно, вот я вот сегодня целый день набрасываю свои истории, чтобы меня встречали и провожали. Прямо у меня вот это показывает мне, что человеку я вот очень близка и дорога. А для разных людей разные вещи. Вот совершенно недавно я разговаривала с одним человеком, он мне сказал, а для меня самое главное, чтобы была забота. И если по отношению ко мне проявляют заботу, значит, я чувствую, что меня любят. Что это может быть? Похвала, если меня часто хвалят. Или заботы. Или, допустим, время вместе. То есть готов жертвовать своим временем человек даже в ущерб, я не знаю, бизнесу, еще чему-то. И тогда для меня это будет показательно, что вот он меня любит. Или, например, подарки. Для некоторых людей очень важны подарки. И более того, для некоторых очень важна стоимость этих подарков. Вот готов ли мой партнер последние свои деньги отдать для того, чтобы вот показать мне свою любовь в этих подарках. А для кого-то просто прикосновение. И совершенно разные языки любви. Приведу один случай, когда ко мне в терапию пришли мужчина и женщина. Женщина говорила, он меня не любит, я хочу с ним развестись. Его нелюбовь меня убивает, говорила она. Она ранит меня. Он забыл про мой день рождения. О чем вы говорите? А он говорит, да я вообще не вижу, в чем проблема. Она у меня одета, как кукла. Я ее задарила. У нее и красивые вещи, и машины, и еще что-то. Во-первых, послушайте, они говорят на разных уровнях. Она говорит на уровне телесном. То есть меня не любовь. Она убивает, мне больно. То есть телесный компонент. А он говорит, я не вижу, в чем проблема. То есть для него картинка важна, визуальный компонент. Вот здесь уже несогласованность. Ну и после всего лишь одного сеанса терапии выяснилось, что ей очень важно, чтобы он целовал ее в нос. Вот для нее это был прям вот такой вот момент, который моментально говорил ей о том, что ее партнер ее любит. А ему, в свою очередь, очень важно было, чтобы она его с утра не доставала разговорами. Ему нравилось выпить чашечку кофе и почитать ту самую прессу, а не обсуждать с ней там планы на ближайшую десятилетку, проблемы, еще какие-то вещи. Вот ему очень важно было вот побыть одному с утра, и чтобы его никто не трогал. Это сразу, да, я вспоминаю этот знаменитый анекдот, как я мог испортить день рождения жены, когда я даже не знаю, когда он. Да-да-да. Вот. Точно так же важны сюрпризы и свидания. То есть чем больше романтики остается в жизни людей, и когда они устраивают друг друга, ну про сюрпризы мы в прошлый раз говорили, иногда бывают сюрпризы совершенно неожиданные и, может быть, не совсем желательные, но в данном случае, когда все-таки ты знаешь, какие ценности у твоего партнера, что ему нравится, и ты можешь ему предложить какое-то свидание, какие-то сюрпризы, какие-то, может быть, поездки, может быть, просто ты знаешь, что совершенно недавно девушка мне рассказывала одна, что я знала, что ему нравится вот этот вот художник, и я, безусловно, не могу подарить ему картины этого художника, но она нашла где-то в магазине книжном букинисте какое-то старинное издание с прекрасными иллюстрациями, иностранной какой-то типографией, где собрана полная коллекция картины этого художника, ну ведь, понятное дело, репродукции, и она говорит, я вот, вот, она тяжелющая, я, говорит, везла эту книгу, она везла ее, купила где-то в Европе, а везла в Россию, в Москву, и я, говорит, ему подарила, и он открывает и видит эту книгу, и он настолько растерялся, ему было приятно, но он, вот, не научены иногда люди, да, благодарить за то, что они получают подарки и так далее, и он говорил, это как же ты, бедная мучилась, тащила такую тяжесть, сказал он ей, и она мне с таким сожалению говорит, ну как же, я думала, он меня сейчас покажет, вот, я ему такой сюрприз, я говорю, да, он рад, просто он настолько растерялся, что это первое, вот, что пришло ему в голову, как раз это, наоборот, говорит о том, что человека очень, ну, зацепил твой подарок, и ты попала туда, куда нужно. Это было в фильме, когда герой получает подарок, говорит, а, это Челентана, по-моему, в фильме с Арнелой Мути, когда она ему делает подарок, он говорит, куда же его поставить, сюда, нет, сюда, нет, сюда, но он куда-то убирает, вот так будет лучше, но, в принципе, мы-то понимаем, что он, ему очень нравится ее внимание, но он в смущении, вот, ее оскорбляет тем, что он эту, сделанный ею подарок, куда-то сразу спрячет, куда-то в шкаф. Да, да, да. Вот, и сейчас я хочу перейти к такой уже не очень позитивной теме, а именно к губительным различиям, что, в принципе, есть еще и такое, вот, где, ну, невозможно будет договориться ни при каких тех обстоятельствах, да, которые я перечислила, потому что это вот, ну, практически невозможно. И у союза всегда есть будущее, когда партнеры обогащают друг друга, в том числе и различиями, но есть различия очень опасные. И первое различие – это такой консервативный жизненный сценарий, который один партнер диктует второму партнеру. Например, для одного очень важно требовать безоговорочного подчинения. Ну, зачастую, конечно же, это мужчина требует от женщины, да, что ты должна меня слушаться, ты должна делать только то, что я тебе скажу, твои собственные интересы – это там какая-то там шалость, да, можешь их там себе позволять, тогда, когда есть на это время, место, средства и так далее. И, а второй, например, чувствует, что посягают, да, на его границы, на его личное пространство, вообще просто его не уважают. И вот здесь есть только два выхода. Дело в том, что деспоты, тираны никогда не признают свою ошибку, даже если они заинтересованы в тебе, даже если они любят тебя. Ну, вот уже такая психопатологическая личность сложилась, да. Тираны, те, которые подавляют твою волю, для них вот это вот очень важно. То есть это вот их уже в структуре их личности. И здесь выбора два – или подчиниться, или уйти. Приведу пример. У меня есть такая пара, мужчина восточный, женщина украинка. Даже когда с самого начала они вступали в брак, и с той, с другой стороны, в общем, родственники, знакомые, близкие говорили, что союз этот недолговечный, но тем не менее они живут 20 с лишним лет вместе. Но как только она его ослушивается, он применяет всевозможную кару по отношению к ней. Он забирает у нее машину, он перестает ей давать денег, у них трое детей. Последний раз он вообще, ну, с моей точки зрения, уже превзошел сам себя. Он сказал, что пойди поживи у своей мамы, подумай, правильно ли ты себя ведешь. Знаете, она принимает это для себя. Она пытается переключиться, она сейчас увлеклась, то есть она решила стать сомелье, сама для себя, то есть изучает эти винные регионы и таким образом отвлекается. Для меня лично такой вариант неприемлем. Она же, оправдывая, опять же таки, семью и детьми и так далее, и тем, что у нее нет никакого своего дела, то есть она ушла, пожила у мамы, вроде пометалась, сказала, хочу начать новую жизнь, пришла ко мне, я говорю, ну, давай я тебе помогу, подумаем, то, сё, пятое, десятое. В итоге я стала врагом их семьи. Он сказал, там, где богачик, там семьи разрушаются. Я говорю, ну-ну-ну. Всё наоборот. Как раз я за то, чтобы сохранить. Но когда вот такое вот, прямо вот такое вот жёсткое, консервативное отношение к женщине, ну, в данном случае, конечно, мы говорим о социокультурных традициях. Вот. Как раз, а культурные различия, вот если мы говорим о культурных различиях, когда, скажем, есть там натура утончённая, которая хочет ходить в театр, балеты, выставки, поэзия, и натура приземлённая, которая интереснее футбол, не знаю, там, пиво, там, с друзьями где-то погонять, может, там, на мотоциклах или что-то. Вот эти могут ли ужиться, две разные натуры? Вот эти натуры могут ужиться при условии, что они всё-таки договорятся о том, что у них есть общее. А у нас есть общая любовь, или, например, мы хотим быть с тобой вместе, потому что, когда ты рядом, я чувствую, что я наполнен этой любовью, да, и, может быть, я должен, могу от каких-то вещей отказаться, и вот как раз вот это принятие отличий и будет свидетельствовать о том, нужен тебе человек или нет. А иногда кто-то отказывается напрочь принять эти отличия. Это вот как раз ещё одно губительное различие, когда один вроде готов двигаться навстречу, а второй говорит, нет, вот я такой, меня так воспитали, я хочу, чтобы было так и так и так, и никак иначе. И здесь приведу очень интересный случай, он вообще касается моей сестры. Моя сестра очень образованная девушка, она работает бухгалтером в крупной компании, и, ну, у нас в семье, мы очень любим её красиво. А в данном случае она ещё по психической организации, по психотипу эпилептоид, или по-другому называется педантичный психопат, но психопат с точки зрения не психопат, как патология личности, а просто как выпячивающиеся черты какие-то. Ей важно, чтобы всё было на своём месте. С вечера у неё висит несколько комплектов одежды, что она завтра наденет. И утро у неё должно начинаться с чего? Свежевыглаженная скатерть на столе, свежесваренный кофе, кофе из банки – это яд, и горячий завтрак, или какие-то сырнички, или, допустим, там, омлетик, или ещё что-то. И она знакомится у себя на работе, потому что она очень занятая женщина, и у неё ходить там куда-то нет времени, с программистом, молодым человеком, и у них случается романтик. И вроде бы всё хорошо, они на работе вместе, и дома вместе, и сексуальная активность такая замечательная. А дальше начинают вылезать вот эти социокультурные различия. У неё с утра стоит фарфоровая посуда, серебряная сахарничка, и там лежит ложечка. И она наливает ему свежесваренный кофе, он придвигает к себе эту сахарничку, кладёт несколько ложек сахара в чашку, и этой же ложкой мешает этот кофе. И всё, у неё просто буль-буль-буль-буль-буль взрыв мозга. Я начинаю слушать про эту ложечку каждый день, ну, потому что я близкий человек. Я говорю, слушай, ну что ты, а для меня это вообще не проблема. Я говорю, ну послушай, ну давай так, давай ты сама будешь класть ему этот сахар. Она говорит, как это сама? Вот разница психотипов. То есть для меня не проблема, ну сама положу. Она говорит, нет. Он что, дитё неразумное малолетнее? Если он не в состоянии себе сахар положить, то о каких детях с ним в будущем я могу говорить? Я говорю, хорошо. Давай так, ты вообще не будешь ставить эту сахарницу на стол. Она говорит, как это? Ведь положено-то, чтобы всё было, вот чашечки, вот сахарница. Запасная ложка. Вот, то есть я говорю, вообще, вот пусть сахарница стоит, пусть пьёт без сахара. Ну как это без сахара? Вот невозможно договориться. И в итоге она через какое-то время ему говорит, что ты не можешь быть моим мужем, будущим отцом моих детей. У нас разные социокультурные традиции. Он не понял вообще, в чём дело. Несколько раз пытался вернуться, но, к сожалению, не получилось. Очень большое влияние оказывает мнение окружающих. Иногда люди настолько поддаются влиянию, и вроде тебе хорошо с этим человеком, замечательно, прекрасно, но то, что тебе вот вливают в уши, то, что называется конформизм, да, и ты готов это слушать, что он не такой или не такая, очень многие пары от этого разрушаются. И что я хочу сказать? Что? Разница в интересах – это всё-таки не приговор. Наоборот, то, что вы разные, делает ваши отношения разнообразными. Такими, в общем, вот поле непаханное, что называется. Поэтому найдите что-то общее, любите друг друга, и тогда то, что вы разные, только улучшит ваши отношения. Спасибо большое. Ирина Богатчик сегодня была в нашей студии. И встречаемся, как всегда, вот уже через, наверное, несколько недель. Да, да. Спасибо.